Всем здравствуйте! Вы смотрите карту города. 3 августа день ничем не примечательный с точки зрения истории. Но история, случившаяся в этот день 21 год назад в Уссуриске, навсегда изменила жизни многих людей. В тот день Галина Борисовна, дежурная по станции, отправилась на работу с недобрым предчувствием. Всё можно было списать на понедельник, но женщина переживала из-за того, что куда-то пропал нательный крестик. Как только пропажа нашлась, Галина Борисовна отогнала от себя дурное предчувствие и отправилась на работу. День на железнодорожной станции шёл своим чередом. На часах было пять вечера, когда дежурная услышала шум приближающихся вертолётов. В этом не было ничего необычного. Военные машины часто пролетали по этой воздушной траектории. Я была на рабочем месте и почувствовала, что вертолёты летят, и у одного что-то непорядка, вроде как двигатели. Я ещё хотела выйти, посмотреть. Ну и в этот момент удар получается об угол здания. И сразу пыль в здании, естественно, всё. Я напугалась. В окно смотрю, думаю, не пойму, что такое. Военный вертолёт Ми-24П совершал учебный полёт и направлялся на дозаправку к ближайшему аэродрому. Неожиданно машина весом в 12 тонн стала стремительно снижаться. Вертолёт ударился об угол здания, перевернулся и замер на винтах. Рядом с машиной, потерпевшей аварию, приземлился ещё один вертолёт. А вертолёт второй приземлился здесь, на поляне. Здесь, конечно, вот этих зарослей не было ещё тогда. В результате крушения погибли все три члена экипажа. Совсем молодые, самому младшему было 26 лет. У Игоря Изюмова, лётчика-оператора, 66-го года рождения, только родился ребёнок. У Юрия Коновалова, 29 лет, осталось двое детей. Приезжали потом родственники. Отец одного прилетал с запада, забирал вещи. Он, видно, с собой в этом вертолёте возил детские рисунки, в общем, сумку такую с рисунками, с подделками ребёнка. Командир экипажа Николай Абдеев, опытный лётчик, прошёл Афганистан, участвовал в боях и полагал, что самое страшное в жизни уже позади. Весть о катастрофе моментально распространилась по всему району сахпосёлка. Когда второй вертолёт передал на базу, что такое случилось, сразу с гарнизона прибежали. Очень много бежало офицеров, солдатов стоял. Очень страшный топот. Я вот 21 год, но у меня это всё до сих пор в ушах всё стоит. Страшный топот был. Бежались, конечно, и местные жители. Собралось очень много людей. Многие плакали, потому что лётчики погибли. Они дотянули до безлюдного пространства. Они не допустили, чтобы вертолёт упал на жилые дома. И тем самым спасли наши жизни. Трудно представить возможные масштабы этой трагедии. На пути у потерявшей управления машины стояло густонаселённое общежитие и линии электропередач. Доли секунд были у пилотов, чтобы принять единственное верное решение – избежать человеческих жертв. Серийный выпуск Ми-24 начался в 1971 году. Он считался одним из лучших боевых вертолётов в мире. Активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне и других региональных конфликтах. Ми-24 стал первым советским специализированным ударным вертолётом. Идея его создания принадлежит авиационному конструктору Михаилу Леонтьевичу Милю. Сегодня ни у кого не вызывает сомнение, что ударный вертолёт – одна из главных действующих фигур на поле боя. В круг его задач входит поддержка десанта огнём, обнаружение и уничтожение бронетехники, борьба с вертолётами противника. Пресса, как обычно, когда дело касается военных, ограничилась сухой заметкой. Поэтому местные жители выдвигали свои версии аварии. «Две версии. Или неисправность какая-то была. Ну, кто говорит, что керосину, мол, не хватило. Ну, я не знаю». Версия про нехватку керосина неожиданно очень близка к настоящей причине. Керосина действительно не хватило, но не потому, что было мало. Проблемы возникли при подаче топлива и стали отключаться двигатели. Оказалось, это конструктивно-производственный недостаток. Этот случай был седьмым, и он закончился катастрофой. После этого вертолёты такого типа были отправлены на доработку. Вертолёт лежал где-то с недели. В понедельник случилось, а в пятницу где-то его уже убрали. Тут было всё цеплено. Почти сразу после трагедии на месте катастрофы установили памятник. Частично он был сделан из обломков упавшего вертолёта. Спустя небольшое время памятник привлёк внимание желающих обогатиться. Металл спилили, но его быстро восстановили однополчане. Летали, дружили в небесной долине. Рукой до звёзд дотянуться могли. Беда подступила, как слёзы, глазам. Однажды в полёте, однажды в полёте, Однажды в полёте мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полёт, Но рухнет на город пустой самолёт. Пройдёт, не оставив живого следа. И тысячи жизней, и тысячи жизней, И тысячи жизней прервутся тогда.